Климатические условия Крымского полуострова предопределили наличие рекордсменов среди представителей растительного мира. Можжевельники Крыма давно известны далеко за пределами державы. Их возраст уместен для занесения в книги рекордов мировой дендрологии. О них написано немало монографий, им посвящены диссертации и статьи. Наше внимание привлекли куда более скромные, судя по количеству публикаций в прессе, представители зеленого мира. Фисташка туполистая произрастала в Крыму еще тысячи лет тому назад. Это наш эндемик, и ничего удивительного в этом нет. Но то, что на территории Севастополя удалось обнаружить фисташку с обхватом ствола более трех метров, необычно. В годы Великой Отечественной войны такие деревья, а им было уже тогда по тысячу лет. Уцелеть могли только чудом. Мы находимся на Микензиевых горах. В границах ареала распространения объекта Красной книги Украины фисташки туполистой. Здесь, в окрестностях села Дальнее, мы нашли несколько совершенно замечательных экземпляров фисташки, которые достойны стать памятниками природы, ботаническими памятниками природы. Эта фисташка здесь произрастает огромное количество лет. Мы думаем, что около тысячи лет ей есть точно. Диаметр ее ствола 3 метра. Она имеет два ствола, и ширина одного, обхват одного из этих стволов 2,5 метра, другого 3 метра. Учитывая критерии отнесения объектов к памятникам природы, мы полагаем, что это вполне достойный объект, которому может быть присвоен статус памятника природы местного значения, ботанического памятника природы. Ну а за названием уже, я думаю, дело не станет. Жители Севастополя его предложат или севастопольское телевидение. Две мужские особи, фисташки туполистой, а стоят в этой балке метров на 100-150. Вокруге множество молодняка лет по 100 и более. Как им удалось уцелеть под артобстрелом, неизвестно. Специалисты Никистского ботанического сада утверждают, что около тысячи лет дереву, который произрастает в Никистском саду, обхват его ствола составляет около 5 метров. О возрасте этой фисташки, говорить сегодня, либо спорить, дело неблагодарное. Мы замерили больше 3 метров обхват ствола, но в этой балке во время войны все живое было сожжено. Здесь не было деревьев, здесь не было кустарника. Каждая травинка была по несколько раз просечена осколками, либо пулями. Такие жаркие здесь шли бои. Интересно, что дерево находится и сегодня в удовлетворительном состоянии. Гриб-труктовик, который примастился на коре этого дерева под одним из сучков, был отторгнут деревом, значит у него есть силы бороться с паразитами. Практически у самого основания сквозь кору пробивается молодая поросль. Это дерево не намерено умирать в ближайшие 10-20 лет. Видимо, его срок будет измеряться тысячами лет. Уникальность этих деревьев вовсе не исключает наличие в лесах Севастополя еще более древних фисташек. Наша съемочная группа будет рада получить любую информацию по этой теме. А вот могучие дубы в Севастополе не редкость, а среди них названия рекордсменов даже в масштабах всего Крыма претендуют дубы-богатыри в Бельбекской долине. Под ними отдыхало не одно поколение крымчан и гостей полуострова, воинов и купцов, друзей и врагов. Сегодня дубы нуждаются в защите и помощи со стороны человека. Экологи утверждают, что эти дубы заслуживают самого пристального внимания. На корабельной стороне каждый знает Ушакову балку. Излюбленное место отдыха местных жителей и их гостей. Сюда выбирали семьями после трудовой недели кораблестроители, судоремонтники, служивые лютые, стражи порядка. Здесь проводили маёвки, отмечали дни рождения и первую зарплату, играли свадьбы. Работала танцплощадка, играл духовой оркестр, крутились пластинки. Ушакова балка с её крутыми бортами и неудобьями не была застроена жилыми домами или промышленными предприятиями. Зона отдыха пережила тяжёлые времена безхозяйственности. Теперь пришло время наводить порядок в зелёной зоне, вывозить мусор, ухаживать за деревьями и кустарником. Раньше объект Ушакова балка, как зона отдыха, не имел своего хозяина, своего собственника. Но на данный момент решением сессии, ещё, правда, от 2007 года, было передано на баланс КП благоустройства. С 1 августа этого года это решение уже приняло на 100% своё действие. Будем надеяться, что с приходом нового руководства все мероприятия будут выполняться здесь по очистке регулярно, планово, без сбоев. На данный момент видим, что здесь чисто убрано. По настоянию администрации при взаимодействии с санэпидемстанцией происходит уборка, зачистка города. Здесь убирает КП благоустройства, КП чистый город и ЗАО Русь. На уникальный уголок природы, спрятанный в балке на берегу Севастопольской бухты, обратил внимание в прошлом веке доктор географических наук Василий Йена. Профессор Таврического университета приложил немало сил для придания парку статуса ботанического памятника природы. В своё время было обращено внимание на то, что в центре городской застройки сохранилось уникальное место обитания фисташки туполисной. Замечательное дерево, которое имеет несколько названий. Его называют ещё терпентиным деревом, кевовым деревом, ладанным деревом. Фисташка туполисная занесена в Красную книгу, обладает совершенно замечательными свойствами. В древности греки добывали терпентинную смолу для того, чтобы смолить свои корабли. Оно использовалось для разных целей. И на сегодняшний день нужно отметить, что вообще Севастополь находится в границах ареала распространения этого удивительного дерева. И, как правило, деревья, которые находятся на границе ареала своего распространения, они находятся либо в угнетённом состоянии, либо подвержены очень многим негативным воздействиям, в том числе и антропогенному воздействию. И вот очень хотелось бы сказать, что удивительно, что в центре городской застройки такое место обитания сохранилось в достаточно хорошем состоянии. Здесь насчитывается более 300 экземпляров фисташки туполисной, которые находятся в достаточно хорошем состоянии, с очень хорошей жизненностью. Возраст многих деревьев превышает 300 лет. Средний возраст 150-200 лет. Общая площадь этого памятника природы по документам, разработанным Государственным управлением экологии, составляет около 11 гектаров. Сам парк был разбит ещё при Фёдоре-Ушакове. Тогда же в рощу фисташки были высажены дубы, ясень, другие породы деревьев. В 90-е годы прошлого века обсуждались разные варианты освоения этих земель и коммерческими структурами, закрепления их для обслуживания. И вот теперь мечта экологов и краеведов сбылась. В зелёной зоне будет дан уход. Памятником природы объявлена территория в границах земель, никому не предоставленных в собственность или в пользование. И поэтому очень долгое время оставалась проблемой и сохранения деревьев в границах этого памятника природы, и санитарная очистка территории, поскольку понятно, что если такой объект находится в центре городской застройки, то естественно он используется и для пикниковой рекреации. Здесь разжигаются костры, было очень много кострищ, территория была замусорена, и очень многие деревья и по сегодняшний день они имеют многочисленные механические повреждения. Отрадно было услышать о том, что с 1 августа решён вопрос о передаче этого объекта на баланс предприятию, который будет проводить здесь санитарную очистку и будет следить за деревьями, которые находятся в границах памятника природы. Вообще памятник природы был организован согласно совместному решению Крымского горосполкома и Севастопольского исполкома в 1984 году. И неоднократные попытки нашего управления передать его под охранные обязательства не увенчивались успехом. Учитывая, что сейчас принято решение о передаче этого памятника природы на баланс определённому предприятию, у нас появилась надежда, что и объект этот будет сохранён, и будут проводиться мероприятия, уходные работы, и будет не только поддерживаться чистота на этой территории, но будут сохраняться и сами деревья. А парк этот в своё время был основан по инициативе при самом активном участии адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова. Здесь был разбит парк, и на месте произрастания реликтовой фисташки туполесной были высажены ещё и экзоты. Здесь мы с вами можем видеть хорошо сохранившиеся и ясени, и дубы, ну и, конечно, прежде всего совершенно замечательные экземпляры фисташки туполесной. Качество воды у берега Ушаковой балки многие годы подвергалось заслуженной критике. Вывешивались предупреждения запрете купания, но в этом году вроде как само море поработало на курортный сезон. Купание в Ушаковой балке разрешено. На данный момент это место отдыха и купания населения статуса пляжа не имеет. Есть только статус зоны отдыха. При передаче на баланское благоустройство были переданы вот эта подпорная стена, навесы, потом кабинки для раздевания и переодевания. Сама набережная, видим, что сейчас оно, конечно, в довольно плачевном состоянии. Набережную нужно ремонтировать, нужно восстанавливать теневые навесы, нужно восстанавливать и душевые кабинки, нужно восстанавливать кабинки для переодевания. Смысл всё это делать есть, потому что люди признают это место отдыха, им здесь нравится. Со стороны санитарной службы происходит постоянный мониторинг морской воды. По показателям вода удовлетворительного качества можно купаться здесь. Без лишней скромности сотрудники коммунального предприятия благоустройства говорят о своем весомом вкладе в санитарное благополучие пляжа. Здесь стало чище. Но самое главное, что процесс благоустройства может стать необратимым и зона отдыха возродит свою былую славу. Первое упоминание орлиновских канализационных сооружений на севастопольском телевидении относится к 1992 году. Наша съемочная группа успела отснять старые сооружения в преддверии их разрушения и выхода из строя. Почти два десятка лет сооружений бездействуют. Настовская станция на въезде в село Орлиное. Теоретически здесь должны собираться все канализационные стоки села. Стоки из многоэтажных домов, со школы, с больницы. Стоки здесь собираются, но их никто не перекачивает на очистные сооружения. Они продолжают попадать в байдарку и далее в реку Черную. Братская могила защитников и освободителей Севастополя тонет в болоте фекалий. Вся проблема в том, что канализация забита, никто на учете не стоит, очистные не делаются. И все поверхностные стоки уже выходят возле памятника освободителям. И уже этот памятник освободителя скоро будет в дерьме плавать и смотреть, за что они воевали. Григорий Шматов выступает от имени многих односельчан, страдающих от зловонного болота. Санитарные врачи слышат о беде сельчан и уже 8 лет ведут переписку с целью наведения порядка. Строительство канализационных коллекторов предусмотрено постановлением Кабинета министров, постановлением номер 1017 от 27.07.06 года о мерах по обеспечению устойчивого, социально-экономического, экологического и культурного развития города Севастополя на период до 2015 года. Продолжается сброс неочищенных стоков села Орлинова в реку Байдарку, основного притока реки Черной, которая является открытым источником водонабжения города, что создает потенциальную угрозу здоровью населения. По результатам мониторинга качества речной воды на водозаборе гидроузла номер 14, например, в пробе анализа от 05.05.10 года выделен аденовирус. В пробе от 07.06.10 года установлено бактериальное и вирусное загрязнение воды с превышением нормативов ГОСТа номер 2761-84, источники централизованного хозяйственного питьевого водоснабжения. Сельсовет прилагает усилия в деле передачи бесхозных сетей от почившего в обозе Красного Октября работающему ныне водоканалу. На сегодняшний день канализационные сети находятся в бесхозном состоянии. И голова Орлиновского сельского совета Синдерович Валерий Юрьевич долго решал вопрос о том, чтобы эти канализационные сети принадлежали водоподающей организации Севу Горводоканалу. Но без обследования и без ремонта этих сетей невозможна передача. Поэтому вчера была направлена факсограмма о том, чтобы были проведены работы по очистке с рельефа канализационных стоков. И сегодня водоканал откликнулся на эту просьбу. И прибыла бригада рабочих, которая устранит все нарушения. И мы надеемся, что в дальнейшем таких больше безобразий и проблем у нас на территории не будет. И сети канализационные будут принадлежать Севу Горводоканалу после ремонта, обследования и передачи. Сети, которые здесь находятся, канализационные, на сегодняшний день принадлежат КСП «Красный Октябрь». Мы здесь сейчас помогаем их чистить, так как сельский совет вчера попросил, прислал гарантийное письмо с оплатой, чтобы помочь в этом вопросе. В результате рейдовых проверок, внеплановых, проведенных Государственной экологической инспекцией в городе Севастополе было выявлено возможное загрязнение сточными водами земельного участка, находящегося расположенного в Орлиновском сельском совете. Сектором инструментально-лабораторного контроля Государственной экологической инспекции города Севастополя отобраны пробы грунта. На основании заключения выданного лаборатории нашей мы уже можем говорить о качественном и количественном загрязнении. Экологическая государственная инспекция зафиксировала загрязнение грунта и ждет заключения лаборатории. Проблема не решалась десятками лет. Время пришло навести порядок. Негоже Севастополь поить стоками Орлинова. Продолжение следует...